Добрый день, давайте начнем. Меня зовут Георгий Базыкин. Я биолог, эволюционист, работаю в Институте проблем-передачи информации в Академии наук и еще на факультете инженерии биоинформатики. Наверное, нужно пару слов сказать об этих местах работы. Это факультет инженерии биоинформатики, это одно из мест в Московском университете, где можно заниматься биологией. Таких мест на самом деле нет. Естественно, это биологический факультет, это факультет судобитальной медицины, где люди тоже занимаются биологией на сколько-то. Это отчасти, наверное, биологический факультет, где люди занимаются биологией в историческом раздреле, то есть эволюции биологии в прошлом. И это институт, это факультет биоинженерии биоинформатики, где туда вполне можно тоже поступить, если кто-нибудь из вас этого захочет. Это хороший факультет, он небольшой, он маленький, меньше биофака гораздо. И там такое компактное сообщество, и там программа нацелена на два конкретных аспекта биологии. Во-первых, там люди занимаются молекулярными методами биологии, и это часть, которая называется биоинженерия. И во-вторых, люди занимаются компьютерными методами биологии, программированием и алгоритмами. Это называется биоинформатика. И вот я занимаюсь, я имею отношение к последнему, я биолог, хотя я раньше был вначале биологом полевым, сейчас я стал биологом совершенно вычислительным, я работаю только с компьютером. И что я делаю на компьютере, как я обрабатываю биологическую информацию на компьютере, я сейчас вам расскажу. А занимаюсь я эволюцией, потому что, на мой взгляд, эволюционная биология – это самое интересное, что есть в биологии вообще. Потому что она дает нам представление не только о том, как то, что мы наблюдаем вокруг себя, работает, но и о том, как оно возникло. И совсем не любым способом оказывается, что то, каким образом какие-то сложные биологические системы возникали, накладывает ограничения на то, какими они могут быть. Об этом мы сейчас с вами поговорим. Но эта идея пришла в голову первой не мне. Это знаменитое высказывание замечательного такого американского генетика российского происхождения Фёдора Григорьевича Доржанского. Он эмигрировал в Америку вскоре после Октябрьской революции, как и многие еще иные. И стал одним из нескольких таких основателей современной популяционной генетики, синтетической теории эволюции, теории эволюции XX века. И вот он говорил, что в биологии вообще ничего нельзя понять, кроме как в свете эволюции, не думая об этом в свете эволюции. Ну и, наверное, можно дополнить это двумя вещами. Например, что за последние 60 лет, с тех пор, как он это сказал, ситуация не изменилась, а на самом деле даже усугубилась. Сейчас, например, огромное количество статей по биологии выходят в ведущих мировых журналов, если открыть журнал Nature или там журнал Science, то за каждый месяц, скажем, 20 научных статей и существенно больше половины нужны биологические, в основном молекулярно-биологические, и, наверное, больше трети из них будут иметь то или иное отношение к эволюции. То есть эволюционная биология – это такая горячая точка современной биологии. Это, во-первых, а во-вторых, то же самое можно отнести к медицине, потому что медицина – это в каком смысле прикладной аспект биологии. Конечно, прикладная биология. И сейчас люди все больше и больше начинают думать про медицинские вопросы в терминах эволюционных. Про это мы с вами немного поговорим сегодня, в основном поговорим в следующий раз, в следующей лекции. Вот чем мы займемся. Мы с вами немножко обсудим то, почему, собственно, эволюция, эволюционное происходление современного биоразнообразия – это удивительно. Такие удивительные вещи не стоит принимать на веру. Я вам постараюсь объяснить, что, собственно, в этом, в каком-нибудь смысле, парадоксального. Дальше я все-таки скажу вам, что то, что жизнь возникла эволюционным путем, а не каким-нибудь другим – это факт, твердо установленный науке. И в том же смысле, в каком факте, что Земля вращается вокруг Солнца, или что формула воды – это H2O. И мы с вами поговорим о том, откуда мы, собственно, это знаем. И, наконец, мы с вами поговорим про основной, главный действующий механизм, с помощью которого действует эволюция, основной фактор эволюции. А в следующий раз мы спустимся от таких более теоретических вещей к более практическим, и поговорим о том, почему это вообще все интересно и какое это имеет прикладное значение. Я расскажу вам о том, что эволюция – это совсем не дела давно минувших дней, а это что-то, что имеет значение самое, что именно есть такое насущное для повседневного выживания человечества. Это мы с вами обсудим в следующий раз, на следующий раз. Итак, что, собственно, мы имеем в виду, когда говорим, что жизнь возникла эволюционным путем? Мы имеем в виду две разные вещи. Мы делаем два утверждения. Одно из них менее удивительное, другое из них более удивительное. Как говорят в математике, одно из них слабое, другое из них сильное. В том смысле, что если верно сильное, то верно также и слабое. Вот это слабое утверждение. Жизнь изменяется в ряду поколений. Далекие предки сильно отличаются от современных форм. Если мы нарисуем такой вот условный график, где по одной оси будем рисовать значение к какому-нибудь признакам, размера тела или числа щетинок на теле у мушки дрозозилы, а по другой оси будем рисовать время, то мы увидим, что с ходом времени значение признака в существующих признаках изменяется. Здесь есть какая-то динамика. Далекие предки сильно отличаются от современных форм. В принципе, это не очень удивительно, в это более-менее видится, потому что мы сами знаем, что, допустим, в ходе искусственного отбора мы можем изменять свойства живых организмов. Что более удивительное движение, которое говорят биологи, следующее, что все современные формы жизни давным-давно имели общего признака. То есть они соединены непрерывными цепочками приближуточных форм. То есть, другими словами, все живые существа родственники, более или менее близкие. Что значит, что какой-то человек, например, мой брат, вот у меня есть брат, что это значит, что он будет братом? Общий предок, совершенно верно. А какой именно общий предок, когда он жил? Сколько поколений назад жил общий предок, меняем его братом? Одно поколение назад. А если это двоюродный брат, то сколько поколений назад жил наш общий предок? Два. Два. И вот я говорю, что вся жизнь на Земле устроена так, что все живые существа друг к другу, в каком-то смысле, братья и сестры. Потому что у них у всех были общие преды. Только они жили не одно, не два поколения назад часто, а много-много поколений назад. Вообще говоря, это удивительно. Потому что представьте себе разнообразие современной жизни. Что это значит? Это значит, что когда-то давным-давно, много миллионов лет назад, жило такое живое существо, которое одновременно было предком меня и одновременно было предком мухи, которые где-нибудь здесь летались. Значит, одни дети этого существа, выживаясь через много-много поколений, породили меня, а другие дети породили мухи. Это ужасно странно. Потому что для этого нам нужно представить себе все промежуточные формы между мной и мухой. Такой непрерывный ряд промежуточных форм, соединяющий меня и мы. Потому что мы же знаем, что в ходе эволюции живые существа изменяются не сразу радикально. Нельзя измучить и сразу сделать слона или человека. А можно потихонечку, в результате маленькой мутации, мы об этом сейчас с вами поговорим, как-то немножечко изменять небольшие приставки. Но мы знаем, что человека мухов по улицам не ходят. То есть нет таких живых существ, которые были одновременно похожи на меня и на мух. А тем не менее, я говорю, что существует, что когда-то существовало, по крайней мере, все промежуточные формы между мной и мухой. Ну, это, наверное, становится немножко более родоподобным, если представить себе, что общий предок меня и мухи был не человеком мухом, не человеком с муциными ногами и крыльями, а каким-нибудь маленьким червячком, который был очень просто устроен и, значит, в одной ветве развития дал человеку, в другой ветве муху. Но, тем не менее, согласитесь, что это вообще-то говоря утверждение такое удивительное, паратоксальное. И, конечно, если вам кто-нибудь говорит что-нибудь в таком случае, то никогда не надо принимать это на веру без очень существенных доказательств. Ситуация становится еще сложнее, если мы подумаем про то, как, собственно, устроено, как отличаются разные организмы с точки зрения их генетической информации. Вы знаете, что генетическая информация, наверное, слышали, что генетическая информация любого организма записана на молекуле ДНК. И дальше эти молекулы ДНК, вот в прошлый раз на лекции Надежды Сергеевны Глоболевой мы это обсуждали, в результате процесса, который называется транскрипция, значит, дает РНК, и потом в результате из этого получаются белки, а белки это структурные единицы наших организмов, ну, значит, мельчайшие составные части, из которых состоят все наши органы и вся наша система. То есть ДНК определяет то, каким будет белок. И это какие-то сложные молекулы, про которые можно думать, про их структуру. Часто, когда вы снимаетесь в молекулярной эволюции, достаточно не думать про детали того, как именно устроены там деривы нуклеативные остов или цитозин-гуаниновые пары, метилированные линии или нет. То есть достаточно думать про ДНК просто как про некоторый текст, записанный на четырех буквенном уфамите. Есть четыре буквы С, Г, Т и А, но на самом деле они соответствуют химическим таким маленьким фрагментикам молекулы ДНК, но про это даже можно ничего не знать. И, значит, есть некоторый текст, записанный длинный-длинный на наших молекулях ДНК. И то, какой написан этот текст, определяет то, какими будут белки, и тем самым определяет то, какими будут все наши свойства. И в ходе эволюции мы знаем, что этот текст изменяется. Но давайте сначала поговорим о том, сколько, собственно, этого текста. Чтобы описать полностью меня, какой длины нужен текст или любого из вас. Очень большой, сколько? Дисконечный. Дисконечный. Ну, мы знаем, что конечный, потому что текст, который меня описывает, моя молекула ДНК, генетически, который меня описывает, более-менее полностью, содержится в каждой моей клетке. Значит, он в каждую клетку смещается, значит, он конечный, бесконечный. От земли до солнца. От земли до солнца. Около метра. Около метра. А сколько было в штуках? Вот, допустим, бывает, книжки. Несколько сотен миллиардов. Вот там, несколько сотен миллиардов. Ну, вот, допустим, на вот такую вот страницу помещается 1800 букв примерно. Обычного, можно написанного, печатного текста. А сколько букв нужно, чтобы описать наш геном? Несколько сотен миллиардов. То есть, несколько тысяч таких страниц или сколько там. Ну, вот, проиллюстрировать это можно так. Вот это, если начать писать наш геном на странице, мы будем его писать, 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 и расписывать на всех, значит, печатать на странице. То высота стопки бумаги, которая в результате получится, будет 100 метров примерно. То есть, примерно с 30-ти этажной думы. Ну, или другой способ правильно думать, это примерно то же самое, что тысяча копий «Войны и мир» Льва Толстого. Вот эта вот часть ДНК в нашем геноме, про которую... Ну, вот эта вот часть ДНК, это та, которая кодирует гены, и про которую мы довольно не бог понимаем, как она устроена и для чего она нужна. Вот эта часть ДНК, про которую мы вообще не понимаем, для чего она нужна, как правило, но это не совсем точно. Мы можем сказать, что в части случаев мы можем точно сказать, что вот эта вот ДНК, это то, что называется мусорная ДНК, которая не нужна вообще ни для чего. она балластная, то есть она с полезной и ценной информацией без один. Но, тем не менее, наши гены описывают, большая часть этой ДНК — это наши гены, которые описывают то, какие мы имеем. То есть наш гоплоидный набор, одна копия гоплоидной наших хромосом содержит 3,5 миллиарда губ нуклеозивных. Что-то здесь, сотня миллиардов было довольно близко. На самом деле, 3 миллиарда. 3 миллиарда губ нуклеозивных. Но это число различается аккуратно с ним. Дальше, каким же образом сделать из человека муку? Нам нужно этот текст изменять. Потому что мы знаем, что этот текст описывает человека настолько полно. Но, конечно, в этом тексте не записаны все мои мысли, которые мне сейчас приходят в голову. И, может быть, не записана свобода моей воли. И, может быть, не записаны какие-нибудь мои характеристики, которые я приобрел в течение жизни. Как себе представить, насколько точно он описывает человека этот текст? Вот как будут выглядеть два человека, у которых этот текст одинаковый? Кто догадается? Кто-то говорит правильно. Это близнецы, правильно. А какие близнецы? Однояй себе близнецы. Совершенно верно. У них генетическая информация, ДНК практически идентичная. с точностью отдельных мутаций. То есть, если вы видели близнецов, вы знаете, что они здорово похожи. И, значит, вот насколько близнецы похожи, настолько их внешность описывается одних молекулами ДНК. Теперь, что происходит в результате эволюции? В результате эволюции этот текст изменяется. Каким образом он изменяется? Ну, в результате мутации. Что такое мутации? Это неизбежные вредные изменения в этой последовательности эволюции ДНК, то есть молекулы ДНК, которая все время... находится под действием всяких неблагоприятных условий. Ультрафиолетовых фотонов с высокой энергией, которые их бомбардируют, каких-то ионов, каких-то мельчайших частиц, и в результате этого время от времени случаются поломки. ДНК устроено так, что, точнее, биохимия клетки устроена так, что большая часть, подавляющее большинство поломок, непрерывно чинится в все время. Но все-таки совсем точно чинить ее не получается. На самом деле, удивительно, с какой точностью мы можем воспроизводить эту ДНК при размножении. Наша система репарации, наша система починки этих молекулых ДНК настолько хороша, что когда каждое поколение, мы перепечатывая, наш организм перепечатывает эти три с половиной миллиарда букв для того, чтобы создать такие же три с половиной миллиарда букв у наших детей, при этом делается всего около старшую. Если бы какая-нибудь машинистка печатала с такой же точностью, это было бы ужасно здорово. Мало кому это удается. На самом деле, там есть специальный комплекс, который как редакторы потом идут и смотрят, ищут ошибки и их чинят. Это большая, сложная, ужасно интересная наука, как это все устроено. Но тем не менее, время от времени случаются мутации. Случайные маленькие изменения. Редко-редко. Но накапливаясь в виду поколений, эти изменения могут приводить к тому, что виды начинают друг от друга отличаться. И в результате много-много таких изменений, накапившись, приводят к тому, что предок, который выглядел как червячок, в конце концов начинают выглядеть как мух или как человек. Как мы можем это исследовать? Несколько... Сколько? 12 лет назад уже, да? 12 лет назад, в 2001 году, был торжественно завершен проект «Геном человека». Президент Клинтон американский подъезжал в Белом доме руку Фрэнсису Холлинсу, который был тогда начальником этого проекта, и поздравлял, произносил торжественные речи о том, что вот колоссальный прорыв человечеством был осуществлен. Действительно, все эти 3,5 миллиарда букв, ну на самом деле не все, там есть тонкости, но большая часть этих 3,5 миллиарда букв была торжественно просчитана. Это сделано. Такое достижение, человечество слетало на углу, оно просчитало геном человека. С тех пор технологии, которые позволяют это делать, колоссально подешевели. Так что это стало доступно гораздо больше. Здесь проект «Геном человека», насколько я помню, стоил 2 миллиарда долларов. Вот этот вот прибор, который стоит у нас в лаборатории, здесь как раз на сфере инженерии, он называется «Иллюмина Хайсек 2000». Это секвенатор, то есть машина для секвенирования, определения последовательности ДНК. Это момент, когда ее привезли к нам в лабораторию, поэтому это вот Мария Логачева, которая основной наш молекулярный биолог в лаборатории, и она очень радуется, ее внимает от радости. Эта машина способна просчитывать 100 геномов человека полностью за один запуск. Один запуск длится 2 недели. Значит, ты ее запускаешь, загружаешь в нее ДНК, нажимаешь кнопку, и после этого лучше всего закрыть эту комнату, туда не входить. Машина будет работать, секвенировать в течение 2 недели, сама по такому толстому кабелю передавать информацию, которую она получает в компьютерный центр, который у нас стоит в подвале, и, значит, это ДНК будет автоматически туда загружаться и сразу же анализироваться. И это стоит дешевле существо, причем миллиарды долларов, которые тогда были нужны. Там намного-много порядка дешевле. Один запуск такой машины стоит миллион рублей. Это все равно дорого, но гораздо-гораздо дешевле, чем раньше. И в результате мы получили огромное количество, мы, не мы лично, но и все научное сообщество, получило огромное количество информации о последовательности ДНК от самых разных видов, а также от многих-многих разных людей. Сейчас осиквенировано уже, то есть прочитано ДНК, уже тысяч разных людей, сотен видов позвоночных животных, сотен видов других животных, эукариот, и, наверное, разных тысяч разных, или десятков тысяч разных бактерий, и десятков тысяч разных вирусов. То есть информация, которая хранится в разных базах данных на эту тему, огромная. Мы просто имеем вот эту книгу жизни для самых разных видов. И дальше, в принципе, понятно, что нужно делать. Мы можем сравнивать эти тексты, это не просто тексты. Мы можем сравнивать эти тексты у разных видов и пытаться понять что-нибудь про то, как один текст превращался в другой. И тогда мы поймем что-нибудь про эволюцию. Это, собственно, то, чем мы занимаемся. Но как тут быть? Вот, вы видите, вот такой вот текст. Это то, что выдает от машины. И я знаю, что если такую вот ДНК с такой последовательностью, ну, точнее, с гораздо-гораздо большей последовательностью, все 3,5 миллиарда вуф у меня не влезли на экран, но здесь, значит, кусочек этой ДНК, я знаю, что если этот кусочек, если всю эту ДНК будет ставить в клетку, то получится человек в каком-то смысле. т.е. анаписы человека. Каким образом существует информация ДНК? Да. А, это может быть любая... Я понял. Какие образцы ткани пользуются в Питере? Это может быть почти любые образцы биологических тканей. Это может быть образец крови, это может быть корневая луковица волоса, действительно. Сейчас люди много работают с древней ДНК и с ископаемой. Оказывается, что ДНК способна храниться в ископаемых в течение многих тысяч лет. Самые древние образцы, которые удалось секвенировать, насчитывают десятки тысяч лет. И, например, сейчас насеквенировано несколько геномов неандертальцев, вымершей группы людей. И известно, что можно сравнивать геномы неандертальцев с геномами современных людей. Про это я с удовольствием могу прочитать отдельную лекцию. Там очень много интересной науки сейчас. Но, в принципе, можно использовать любые образцы биологической ткани, по поводу ДНК моря была довольно стабильная. Иногда нужно прочитывать РНК, но это гораздо сложнее, потому что РНК гораздо менее устойчивая. Почему? Потому что ДНК двухцепочечная и она крепкая, а РНК одноцепочечная и гораздо менее стабильная. Но это уже детали. Ну вот, мы берем ДНК, вставляем ее в клетку и в каком-то смысле получаем человека. А вот откуда я наследующий ДНК? Как говорится, найдите 10 отличий. На самом деле здесь примерно 3 миллиарда отличий во всей этой последовательности. Потому что если ставить такой текст в клетку, то получится муха. И задача наша понять, каким образом, изменяясь от общего предка человека и мухи, значит, эти тексты постепенно с одной стороны дали муху в одну сторону, а в другую сторону дали человека. То есть вопрос то, можно ли взять и постепенно и маленькими изменениями, изменяя в основном по одной букве, превратить вот такой вот текст в вот такой текст. Ну понятно, что можно. А чем проблема? Я беру и изменяю по одной букве. Давайте, для примера, ну вот, это два близких вида, мы можем их сравнить. Это, например, кусок ДНК у человека и шимпанзе. Мы можем вот так вот их сравнить, выровнять друг с другом, то есть написать соответствующие, как говорят биологи, гомологичные буквы друг над другом, и увидеть, что в основном геном человека с геномом шимпанзе почти совпадает. Время от времени есть отличия, которые здесь обозначены красным цветом. Но проблема в том, что, да, как я сказал, эта ДНК не просто так, она ходирует в вилки. В чем заключается проблема? Давайте представим себе, что речь идет не о словах на этом четырёхуковом алфавите, а о тексте на обычном русском языке. В том, что у нас есть какая-то фраза, мы с Тамарой будем пары, мы с Тамарой санитарем. И нам нужно ее превратить в другую стенд-фразу. Например, мой дядя сам от честных правил, когда не в шутку за него. Путем маленьких изменений нам разрешено изменять только по одной единственной буквы. Ну, казалось бы, в чем проблема. Вот я здесь это проделал. Меняю по одной буквы, постепенно текст изменяется, 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 превращается в Тамара санитара, превращается в дядю честных правил. Но что нам нужно на самом деле? Ведь мы знаем, что все эти промежуточные тексты, если речь идет о ДНК, соответствовали живым, реальным существовавшим на Земле когда-то организмам. Каким-то живым существам. Поэтому нам нужно, чтобы все эти промежуточные тексты были осмысленными. Не просто, скучая этот набор, а осмысленными. Можно ли вот этот текст превратить вот в этот так, чтобы все промежуточные фразы имели смысл на русском языке? Не очевидно, да? Вообще интересный вопрос. Можно попытаться, но не очевидно. А это именно то, что происходит в ходе эволюции, за исключением того, что на самом деле там проблема гораздо сложнее, потому что тексты гораздо длиннее. Это все равно, что если бы вы попробовали превратить войну и мир Льва Толстого, постепенно, медленно изменяя по одной буквы, преступление, наказание Тетра Михайловича Достоевского. И при этом, чтобы все промежуточные тексты, которые у вас будут получаться, были бы, ну если не великими произведениями русской литературы, то хотя бы осмысленными текстами. Неизвестно вообще, возможно это или нет. А между тем, и Вальдовская с этим справляется. То есть мы, эволюционисты, говорим, что жизнь изменялась именно таким образом. Мы пытаемся вас в это заставить поверить. И, конечно, поэтому, когда вы слышите вот такое вот утверждение, что современные формы соединены непрерывными цепочками живых существ, которые когда-то жили на Земле, такое нельзя принимать на веру. Без существенных доказательств. А какие у нас есть на эту тему доказательств? На самом деле у нас есть действительно существенные наборы, существенное количество доказательств того, что дело было именно так, настолько колоссальное, что не позволяют в этом сомневаться. Я недавно общался с кружком креационистов, то есть людей, которые считают, что жизнь была создана именно в таком виде, в каком она была создана, и это были так называемые «младоземельные креционисты», которые считают, что все, что написано в Библии, это буквально верно, и интерпретируют это как то, что жизнь была создана примерно 6000 лет назад. И я сам верующий человек, православный христианин, но это очевидным образом не так, потому что действительно жизнь, конечно, возникла не 6000 лет назад, а примерно 4 миллиарда лет назад, и изменения ее происходили эволюционным путем, и доказательства у нас сейчас того, что жизнь развивалась эволюционно, что человек и обезьяны, например, имеют общего предка, который жил примерно 8 миллионов лет назад, вот доказательства этого у нас сейчас примерно такие же, точнее, на самом деле, гораздо мощнее, чем были там у Галилея, когда речь шла о том, вращается ли Земля вокруг Солнца, и круглая ли она, и так далее. То есть порт на доказательств в пользу эволюционной биологии на тот момент совершенно колоссально. И я, конечно, не успею сейчас сколько-нибудь полно даже упомянуть, даже перечислить, я в курсе моей эволюционной биологии доказательства эволюции посвящено нам примерно 3-4 лекции. Но кое о чем, значит, можно поговорить. Во-первых, у нас есть ископаемая летопись. Ну, принято говорить, что ископаемая летопись, то есть ископаемая, которая лежит в Земле, которая похожа на промежуточные формы между какими-то современными живыми существами, вот принято говорить, что эта ископаемая летопись неполная, в ней много пробелов. На самом деле, в каком-то смысле удивительно, что она вообще есть. Она совсем не такая неполная. Сейчас, по мере того, как ископаемых получается все больше и больше, все меньше и меньше пробелов в ископаемой летописи. Но кроме того, вообще биологическая среда могла быть немножко более агрессивной, биологический материал мог бы сохраняться в биологических породах немножко хуже, тогда бы у нас вообще никаких ископаемых не было. Так что, скорее, надо удивляться тому, что они есть. То, что мы имеем, соответствует тому, что мы, как мы думаем, что жизнь развивалась, совершенно идеально. Был такой знаменитый... А нет, тот же самый Федор Григорьевич Добжанский, которого я упоминал уже на первом слайде, говорил, что его как-то спрашивали, ну хорошо, вот как бы вы могли опровергнуть, что теория эволюции о целях неопровергива. Как бы вы могли опровергнуть эволюционное происхождение жизни? А научная теория которая, наверное, строится на том, что любую теорию можно опровергывать... Это называется в науке фальсифицируемость, если теорию В принципе никак нельзя опровергнуть, то тогда это значит, что эта теория плохая. Это очень серьезное нападение теории. Вот кому by говорили, как же можно опровергнуть эволюционное происхождение жизни? Он ответил, что очень легко найти кролика в кембрийских отложениях. Кембрийские отложения – это самые ранние геологические породы, в которых, конечно, никаких кроликов быть не может, там только самая примитивная форма жизни. Если бы найти, действительно, раскопать кролика, ископаемого в кембрийских отложениях, то это был бы довольно существенный удар по моей картине мира и по эволюционной картине мира. Таких кроликов в кембрийских отложениях есть. Значит, ископаемое. И дальше бывает, что мы наблюдаем эволюцию прямо в реальном мире, происходящую прямо в наших глазах. Мы про это еще немного сейчас поговорим. Давайте про ископаемое. Это, наверное, одни из самых ранних форм жизни, которые вообще были на Земле. Это стромонолиды, которым примерно 3,5 миллиарда лет. Почему мы знаем, что это живое? Потому что по комплексу признаков можно сказать, что вот то, что здесь черное, это углерод, причем углерод органического происхождения. Значит, вот эта вот штуковина похожа на такую колонию цианобактерий, которая есть и сейчас вполне, и они занимались фотосинтезом. И это было 3,5 миллиарда лет назад. Вот эта штуковина жила 2 миллиарда 800 миллионов лет назад. Это уже такая вполне многоклеточная, ничтая колониальная цианобактерия, которая абсолютно похожа на современных амлогистных существ. Вот это уже явно совершенно живое. И дальше, прокручивая вперед эти миллиарды лет, можно сказать, что все этапы эволюции жизни на Земле очень хорошо, очень неплохо и документированы в любой ископаемой летности, заканчивая самыми поздними этапами, то есть эволюцией нашего с вами собственного мира. И кроме того, бывает, что мы наблюдаем эволюцию, происходящую прямо сейчас. И поэтому, видя, что она происходит прямо сейчас, что одни живые формы превращаются в другие, мы понимаем, что это в принципе в окошке. Но какого рода такие примеры у нас существуют? Ну, во-первых, искусственный отбор, конечно. Если человек может сам путем искусственного отбора, ну даже, на самом деле, до искусственного отбора, бывает, что в природной эволюции изменяются так быстро, что это происходит прямо на наших глазах. Вот эта знаменитая пятница, бабочка березовая пятница. На этой фотографии сколько бабочек березовых пятниц? Две. Две. Другие варианты? Одна. Одна. Тридцать. Тридцать? Одна. Значит, вот здесь вот на этой фотографии две бабочки. И вот здесь на этой фотографии две бабочки. Здесь, причем вот те же самые две бабочки. Вот здесь вот береза, покрытая лишайником. Такие, какие росли в Британии, в Великобритании, исходно, так скажем, в 19 веке. Как видно, черную бабочку меланиста на этом фоне лишайника и светло очень хорошо видно. А вот здесь вот сидеть, вот я ее сейчас в виду. Вот этот вот размах крыльев ее. Вот здесь вот сидит еще одна бабочка. Вот такая. Которая, как видно, очень хорошо мастеруется вот это самое лишайник. И таким образом защищается от хищников. Если хищникам дать выпустить в вольере, в котором породно бабочек черных и вот таких вот, и дать ему свободно там питаться, и деревья будут покрыты лишайниками, то хищник будет есть почти исключительно вот таких вот бабочек, потому что их видно. А для того, как мы с вами не можем увидеть такую бабочку, такой у хищника возникает, у чистой птицы, в которой возникают те же самые проблемы. Бабочка, вот здесь нарисована темная, точнее не нарисована, а сфотографирована, а вот здесь вот та же самая светлая. Как вы видите, когда лишайник исчезает, внезапно, наоборот, темная форма, которая называется мелонист, приобретает преимущество. Ее хищникам, наоборот, становится нелетно, а вот эта светлая форма, наоборот, оказывается очень уменьшимой. И в Гритании в конце 19 века, из-за того, что жгли очень много угля, на деревьях в основном лишайники все погибли, лишайники все стали, деревья все стали исходной своей темной корой, и если вы бабочка, то вам стало гораздо лучше быть темной, чем светлой. И очень-очень быстро почти вся популяция этих самых светлых бабочек заменилась на популяции темных бабочек. Сейчас в последнее время в Гритании, начиная с 50-х годов 20 века, воздух стал гораздо чище, лишайники отросли обратно. И сейчас мы наблюдаем обратный процесс, как опять вот эти формы исходные заменяют, как говорят биологи, формы дикого типа, заменяют вот этих самых меланистов обратно. Искусственный отбор. Мы знаем, что эволюция способна сделать изменения, потому что мы способны сделать такие же, ну или похожие изменения, очень радикальные изменения с моими собственными руками. И примеры искусственного отбора бесчисленны. Ну вот, например, все породы современных собак возникли от одного общего предка, который жил примерно порядка 10 тысяч лет назад. Было одно событие одомашнивания собаки, и дальше из него возникали разные породы. Раз искусственный отбор может сделать, то почему бы естественному не добиваться таких же удивительных результатов, такого же разнообразия видов. Ну, мы можем делать отбор экспериментально. Это вот знаменитый иллинойский эксперимент по искусственному отбору на семена кукурузы, где, значит, разные кукурузы отбирали одну, например, на повышенное содержание белка, а вторую на пониженное содержание белка. И, как видно, оказывалось, что можно добиться, например, очень высокого содержания белка или очень низкого содержания белка в результате, в результате, в результате такого вот искусственного отбора. Сейчас очень-очень интересное и интенсивно развивающееся направление – это экспериментальная эволюция. Самый знаменитый эксперимент эволюционный был поставлен на бактериях. Это человек, которого зовут Ричард Ленский, американский генетик, сейчас работает в университете Мичигана. Он занимался тем, что пересаживал из пробирки в пробирку кишечную палочку и ширещее поле, которая там росла на среде, состоящей из глюкозы. Ей там приходилось довольно несладко, и она приспосабливалась к этой среде все лучше и лучше, постепенно, с годами. И вот он не ленился, этим занимался в течение 40 тысяч поколений, сейчас, на самом деле, уже больше 50 тысяч поколений. С 1988 года. Начался этот эксперимент в 1988 году, он еще пока что не закончился. Каждый день лаборанты пересаживают несколько кишечных палочек из нескольких рядов пробирок в следующие пробирки. И там совершенно замечательно. Откуда мы знаем, что они эволюционируют? Ну, например, потому что он замораживает все свои линии. Каждый раз в неделю он берет пробирку и кладет ее в морозилку. И в результате у него в морозилках стоят все прабабушки, прапрабабушки, прапрабабушки и так далее современных бактерий, которые живут сейчас. А дальше он может взять современную бактерию, которая вот сейчас, в 2014 году у него. И достать из холодильника бактерию 1988 года, посадить их вместе в одну чашку Петри и посмотреть, какая из них более приспособленная. Оказывается, что современная более приспособленная, то есть они адаптировались в течение всего этого времени. А сейчас, как я сказал, секвенирование стало дешевым, можно прочитать полностью их геномы. Значит, вот сейчас у них из той же группы получается серия замечательных работ про то, как они прочитывают эти геномы, полностью прочитывают ДНК и смотрят, какие, собственно, мутации там произошли, которые сделали эти бактерии более приспособленными в этой самой пробирке. Ну и, наконец, эволюция патогенов. Большая тема, про которую мы с вами поговорим в следующий раз. То, собственно, почему я говорю, что эволюция имеет прямое прикладное значение. Если вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руки. Это все прямые доказательства эволюции. То есть мы в ситуации, когда мы что-то наблюдаем, что эволюция действительно напрямую воздана. Но в каком смысле интереснее доказательства эволюции посвены. То есть ситуации, когда, предположим, мы бы вообще не знали ничего, а не могли бы наблюдать изменения жизни. Нельзя ли так вот, чтобы прийти, посмотреть на современное биоразнообразие, которое бывает в дереве растут, птицы летают, насекомые? Не следует ли что-нибудь из свойств самих этих видов, чтобы позволило нам сказать, что они возникли эволюционным путем, а не каким-нибудь другим? Оказывается, следует. И такие вот косвенные доказательства, они, на мой взгляд, самые сильные. Часто говорят, что, смотрите, как виды хорошо приспособлены к своим условиям среды. Ну вот, у акулы такая карпидоидальная форма тела, она идеальная практически гидродинамически, что вода ее обсекает, уже длинная шея позволяет ему дотягиваться до высоко висящих листьев. Вот, говорят, что это доказательство эволюции. На самом деле, это доказательство эволюции плохое, потому что, если бы у жирафа шея была как бы короткая, то он бы просто в тех условиях, в которых он существует, не смог бы существовать. Что он бы не смог дотягиваться до этих самых листьев, и мог бы было плохо. То есть, в принципе, это не говорит нам о том, что раньше, то, что жираф сейчас затягивает со своей длинной шеей до высоко висящих листьев, это ничего не говорит нам о том, что раньше у него шея была короче. Здесь есть такое тонкое место. Удивительным образом, более сильная доказательство эволюции получается из ситуации, когда у нас виды, не приспособленные к своим условиям, в каком-то смысле, сумму-путимальные. Вот это вот рыба из рода Астьянос, которая живет в пещерах подводных, куда не попадает ни один фотон света, там абсолютно темно. Поэтому зрение этим рыбам совершенно не нужно, они используют другие органы чувств. Поэтому глаза у них атрофировать. Но, тем не менее, нормально функционально функционирующих глаз у них нет. Но если присмотреться, то у них есть глазные впадины, у них есть, если посмотреть на анадонию мозга, какие-то следы иннервации. Зачем, если эти рыбы возникли прямо там в пещере, уже прямо такими, какие они есть, а не эволюционным функционом, зачем бы здесь быть следам у них глаз? Совершенно непонятно. С другой стороны, глядя на такую рыбу, эволюционно мы совершенно моментально понимаем, каким образом она возникла. Она возникла из нормальной рыбы, которая жила в освещенных местах. После этого попала в пещеру, глаза ей ставили ни к чему, они атрофировались, и в результате она ничего не веет, а следы вот этим атрофированным глазом, тем не менее, останутся. Вот это камбул. Кто-нибудь когда-нибудь ел камбулу? Да. Так, если вы видели когда-нибудь камбулу, посмотрели на нее перед тем, как ее есть, вы, наверное, видели, что она устроена совершенно чудовищно. У нее глаза находятся на одной стороне тела. Что такое камбул? Это рыба, которая лежит на боку, но при этом глаза у нее торчат в одну сторону. Каким образом так получилось эволюционно, совершенно понятно. Эта рыба была нормальная бентосная рыба, коллагиальная, которая вдруг решила, что она хочет стать донным хищником, на потоке ската. Но скат при этом поступил умно. Он лег на дно, на брюхо. В результате у него глаза оказались сверху, и он смог смотреть и искать свою добычу. Камбулу поступила глупо. Она легла на дно, на бок. При этом один глаз у нее смотрел куда надо на добычу, а второй глаз у нее смотрел в песок. А чтобы ловить хищника, нам полезно что? Два глаза. Два глаза, предупрежденное зрение. В смысле, чтобы ловить хищника. Поэтому ей пришлось, когда я говорю пришлось, естественно, никакая камбул не сидела и не думала про то, что как бы мне так с этой ситуацией справиться. Просто те камбулы, которые с этой ситуацией справлялись, они выживали в ходе дарвиновского отбора, в ходе естественного отбора, в ходе эволюции. Так вот, камбуле пришлось сделать так, что у нее глаза, глаз, который на той стороне был, переехал на верхнюю сторону. И следы этого процесса видны в анатомии черепа, в развитии. Сейчас мы на это посмотрим. Но разная современная камбулы находится на разных стадиях этого процесса. Вот в этой еще одна, если глаза не совсем доехали, а вот в этой лутически идеально, если посмотреть, они так хорошо, удобно расположены, почти симметрично, относительно старта, которая нам, впрочем, надо. Но все равно, если такую камбулу разрезать, то видно, что в нее череп весь перекрушен. Если посмотреть, как она развивается личинкой из эгринки, то видно, что она сначала закладывается как... У меня нет настоящего слайда, но видно, что она сначала закладывается как нормальная рыба, а после этого в ходе развития глаз один через центральную линию приползает на другую сторону. Наконец, если посмотреть на ископаемое, есть ископаемые камбулы, которые были нормальными рыбами, и после этого есть разные формы, которые находились на промежуточных стадиях этого процесса. Видите, вот здесь смотрите на тех камбул, которые здесь нарисованы на амфас. Вот эта предковая рыба трохинодус, у которого два глаза на двух сторонах нормальные, и утреально симметричные, у анфистиума глаз уже начал свое путешествие на другую сторону, у псевтодоса он уже почти переехал, и цитарус – это почти современная камбул, которая оба глаза не на одной стороне. Опять, очень сложно себе представить, зачем мне понадобилось такое строение чилипа делать сразу. А с другой стороны, каким образом оно возникло в ходе эволюции, совершенно понятно. Наверное, самый лучший пример суммоптимальности, то есть такой неоптимальности, связанной с эволюционным развитием, предоставляет наш собственный глаз. Глаз позвоночный. Если бы какого-нибудь инженера попросили бы сделать видеокамеру, и он бы спроектировал видеокамеру таким образом, как бы устроен наш глаз, то его бы уволили с работы. Или, если бы он был студентом инженерного вуза, его бы выгнали из этого вуза с тресном. Потому что, смотрите, что происходит с светом в нашем глади. Он проходит сквозь зрачок, сквозь стекловидное тело, все дела. После этого ему логично попасть на сетчатку, для того, чтобы мы могли этот свет воспринимать и анализировать. Вместо этого он проходит через биполярные клетки, через кровеносные сосуды, через несколько слоев нервных клеток, и только после этого попадает на палочки и колочки. То, что осталось от этого светового вуза, доходит до них в самом-самом конце. Вот эти все клетки биполярные и кровеносные, они все полезные, они нужны для того, чтобы питать сетчатку. Но представьте себе, что инженер проектирует видеокамеру так. Значит, вот здесь вот объектив, вот здесь светочувствительная матрица. В светочувствительной матрице должны быть провода. Но он делает так, он проводит провода, вводят вперед, в сторону объектива, от каждой ячейки матрицы. Он дальше собирает их в кучок, думает, что с ним делать, мне же надо, чтобы он сзади оказался. Просвергивает дырку в середине светочувствительной матрицы. Так себе, собирает их в кучок, сквозь эту дырку проводит обратно. Иначе-то нет. Куда надо потом заходить. Естественно, логичнее было бы сделать светочувствительную матрицу, а все провода от нее отвести назад. Тем не менее, наш глаз устроен именно таким образом. Нелогично. Вот эта вся проработка, фактически, да? Все эти кровеносные клетки и нервные клетки, они все находятся на пути светового луча. И после этого, во-первых, мы теряем часть фотона в результате этого. Не весь свет, который мы могли бы получать, доходит до сейчас. Примерно 90% света, насколько я понимаю, мы теряем на вот этих неполярных клетках. Во-вторых, встает проблема, что нам нужно просверлить дырку. Как называется эта дырка в вашем глазуке, которая нужно просверлить для этой цели, чтобы отвести обратно эти провода? Слепое пятно. Нам приходится не есть слепое пятно, то есть участок, в котором мы ничего не видим, который нужен только для того, чтобы всю эту иннервацию вывести наружу. С слепым пятно проблемой в том, что мы ничего не видим. Это, насколько это решается нашим минокулярным зрением. Хотя, наверное, многие из вас знают эти опыты, которые нужно проделать, чтобы увидеть у себя, почувствовать свое томсное слепое пятно, место, в котором вы ничего не видите. Но с ним связаны также медицинские проблемы. Есть такая неприятная вещь, называется отслоение сетчатки. Это отслоение сетчатки часто проходит по границе слепого пятна. Так что, в принципе, глаз устроен не самым лучшим способом. Я думаю, можно сказать об этом решительно. Откуда мы знаем, что, в принципе, глаз можно было бы сделать по-другому? Ну, потому что есть живые существа, которые с этой задачей справились. Вот это глаз человека, вот это глаз, угадайте, чей есть. Это глаз осьминога. И у моллюсков глаз, зрение отличное, у них хорошие глаза, вполне совершенные, но они устроены не по-человечески, а по-разуму, наоборот, не по-человечески. У человека глаза, как называется, инвертированные, то есть имеют вот эту странную структуру со слепым пятном. У осьминога и у других моллюсков глаза прямые, так что отводится сигнал в направлении, в каком он должен отводиться. Зачем бы, если бы мы проектировали глаз человека с нуля, сделать его вот таким вот странным, совершенно непонятно. С другой стороны, совершенно очевидно, каким образом он мог возникнуть, вот такой глаз в ходе эволюции. Потому что, когда закладывались самые первые, так сказать, глазки у позвоночных предков, которые тогда были, там, предков у хордов, которые были какими-нибудь маленькими червячками, похожими на лоцетника, было совершенно неважно, будет глаз прямым или инвертированным, потому что лучшее, на что тогда можно было рассчитывать, это отличать себя дать сны. И тогда принимались вот эти вот эволюционные решения, да, они ни на что не влияют, будет глаз прямым или инвертированным. Но при этом получилась такая ловушка, из которой теперь очень сложно выбраться. Очень сложно в ходе эволюции поменять вот такой вот глаз на такой глаз, поскольку и такой глаз тоже функционирует неплохо, хотя не настолько хорошо, как могло. Этот лоцетник не знал, что через миллиард лет его далекие-далекие потомки будут страдать и иметь освоение сетчатки из-за того, что он пошел по этому эволюционному пути, а не по-другому. Тем не менее, значит, это так и получилось. То есть неприспособленная субоптимальность, которую мы наблюдаем, это в каком смысле такое мощное доказательство эволюции. Но самое, наверное, лучшее доказательство эволюции, посвенное, это гомология. Ситуация, когда мы видим невынужденное сходство. Когда мы видим сходство между разными живыми существами, в каких-то признаках их фенотипа или фенотипа, которые мы не можем объяснить тем, что у них общее происхождение. Давайте я приведу пример, чтобы было понятно, о чем речь. Вот это ДНК человека и шимпанзе. Это фрагмент выравнивания, который я вам уже показывал. Как вы видите, у нас здесь наши последовательности почти точно совпадают. Мы удивительно мало отличаемся от шимпанзе на уровне ДНК. 99% наших нуклеотидов совпадают просто в точности. Только 1% нуклеотидов мы отличаемся. В генах доля отличия еще меньше. Это выравнивание белковых последовательности гена актина. Одного из важных белков, при котором я из вас... В генах актирующего один из важных белков, при котором многие из вас, наверное, слышали. Почему, собственно, последовательности этого гена у человека и шимпанзе настолько похожи? С чего бы им быть настолько похожими? Понятно, почему они похожи, если человек и шимпанзе произошли от общего предка. Просто только отдельные буквы успели измениться. На самом деле, надо сказать, что половина наших белков в точности идентична белкам шимпанзе по последовательности. Остальная половина имеет какие-то изменения. Но эволюционист интерпретирует это как то, что здесь произошли какие-то мутации. Как это еще? Можно ли это интерпретировать неэволюционно? Можно сказать, что это же важный ген, который кодирует актина, он кодирует важный белок. Этот белок не просто так, он что-то делает. Огромные функции в клетках или мышечной ткани, в любой ткани. Значит, поскольку человек и шимпанзе живут примерно в одних идеальных условиях, у них температура тела примерно одна и та же, актин должен функционировать примерно одинаково. Поэтому у них в последовательности актина не должны быть одни мити или почти одни мити. Они должны быть такими похожими. На самом деле, аргумент это не выдерживает антиэволюционный аргумент. Потому что, на самом деле, мы подозреваем, что актин можно сделать многими разными способами. И не обязательно он должен быть таким же у человека и шимпанзе. Но давайте, чтобы еще лучше в этом убедиться, посмотрим на это выравнивание. Это другое выравнивание двух генов. На этот раз это не человек и шимпанзе, а человек и корова. Опять зеленым цветом у нас здесь нарисованы буквы совпадающие, а красным цветом буквы не совпадающие. Как вы видите, здесь красного стало больше. Потому что корова это у нас более далекий вид, естественно, чем шимпанзе. И обратите внимание на эти три буквы. ТГА и ЦГА. Давайте я сначала скажу, что это за ген. Это ген, который имеет сложное название L-луктона ламбда-галлона ксидата. Для вас достаточно понимать, что этот ген отвечает за синтез витамина С в организме. Благодаря... он кодирует инструмент, благодаря которому организм может статизировать витамин С. А как у нас с вами обстоят дела с синтезом витамина С в организме? А? Насколько человеческий организм хорошо с этим вставляется с этой задачей? Неплохо. Неплохо. Очень хорошо. Не очень хорошо. Два варианта. Очень хорошо и не очень хорошо. Оба неправильная. Идеальна. Все три неправильные. Правильный ответ? Никак. Потому что мы не синтезируем свой собственный витамин С. Если бы мы его синтезировали, нам не надо было бы есть аскорбинку. Или надо было бы получать витамин С из пищи. Мы, в отличие от короля, который свой собственный витамин С синтезирует, должны получать витамин С с продуктами питания. Именно поэтому он и относится к витаминам. Без него нам хают. Уступает сынграя и плохо все. А почему? Если у нас есть такой хороший ген, который кодирует фермент синтеза этого витамина, мы, тем не менее, должны получать витамин с пищей. А вот из-за того, что здесь нарисовано желтеньким цветом. Видите, у коровы, а также у нашего общего предка с коровой, здесь было три буквы. С, Г, А. Эти три буквы вместе кодировали аминокислоту в белках на соответствующем месте, которая называется аргинидом. А у человека, в линии, ведущих к человеку, а также у некоторых бывших приматов, случилось изменение. И здесь стоят другие три нуклеотита. Буква С заменилась на ПУТ. В результате получился три нуклеотит ТГА, который... Три нуклеотит особенный. Это так называемый стоп-кодовый. Как вы в прошлый раз слышали про ферменты, которые осуществляют транслипцию и трансляцию. Вот когда происходит трансляция МРНК, когда из этой МРНК делается функциональный белок, рибосома, который это проделывает, видя такой вот катон ТГА, останавливается и прекращает силу. Потому что обычно такой стоп-кодон находится в конце гена. Это значит сигнал точно. Всё, здесь белок заканчивается. А здесь случилась случайная мутация, и такой стоп-кодон оказался в середине гена, а не в конце. Даже скорее в начале гена. И в результате вот эта последовательность у человека, которая похожа, как вы видите, очень похожа на функциональный нормальный белок, функциональный ген у коровы, на самом деле геном не является. Он не котирует никакого рабочего белка. Синтез доходит до того места, получается вместо белка маленький обруга. Ни для чего не нужен. Такие гены, которые не функционируют, называются псевдогены. Их в нашем с вами геноме довольно много. Они возникают разными путями, но здесь эволюционно понятно, каким образом этот псевдоген возник. Он, когда мы были душевыми приматами такими, которые там жили в тропиках и питались фруктами, никаких проблем с получением витамина С, наверное, у нас не было. И поэтому этот ген нам был не очень-то едутым. И поэтому он псевдогенизировался. Вот эта мутация была не слишком вредной, и она по случайным причинам произошла, по случайным причинам распространилась и загребилась в популяции будущих человеческих предков. Которая, опять-таки, эта популяция не знала, что через 30 миллионов лет людям придется выживать на Дальнем Севере и страдать из-за вот этой вот замены одной буквы на другую. А каким образом можно было бы объяснить то же самое без эволюции? С чего бы эти две последовательности, которые так сильно друг на друга похожи, были бы так сильно друг на друга похожи, если бы не эволюция. При том, что они, как мы знаем, ничего не делают. Ведь вот этот самый аргумент с аксином, что они делают одно и то же, здесь уже не проходит. Представьте себе в качестве аналогии такой пример. На самом деле, некоторые такие совсем сильные, упертые греационисты говорят, но мы знаем, что псевдогены иногда имеют какую-то функцию в генове. Ну и действительно, редко-редко бывает такое, что из псевдогенов, хотя они не кодируют белки, эти последовательности имеют какую-то регуляторную. На что это похоже? Представьте себе, что меня бы, учитель в школе, попросил бы написать реферат. Или там, преподавателем университета, учитель в школе просил бы написать сочинение, и преподаватель в университете попросил бы написать реферат. На тему эволюции. Я бы написал вот такой-то реферат, сдал бы его, учитель бы его проверил, сказал, хороший реферат, все подробно, хорошо написано. Но только одна проблема. Где-то я это уже читал. Он набирает с гугля эволюция, открывает страницу Википедия, и бам. Видишь, что там в точности тот же самый текст на странице Википедии. Здесь написано, эволюция – процесс развития состоящих из постепенных изменений. И у меня в реферате тоже написано, эволюция – процесс развития состоящих из постепенных изменений. И дальше тексты тоже спадают. Ну, что бы сделал учитель? Он бы вызвал меня и сказал... Ничего хорошего он не сказал. Но я бы ответил – нет. Извините, пожалуйста. Но вы ошибаетесь. Я не списывал из Википедии. Просто я написал очень хороший текст про эволюцию. Очень точный, подробно описывающий весь этот предмет эволюции. И очень точно, и очень хороших точных выражений. Такой текст написал, на самом деле, самый лучший просто текст, который вообще может быть на эту тему. И он идеальный. Такой идеальный текст, поскольку идеальный, он один существует в природе. И вот авторы Википедии тоже им удалось его найти. Они тоже нашли самый идеальный текст, они тоже всего-навсего один. И поэтому наши тексты создали. Это тот самый аргумент, который используем мы, когда говорим, что гены аксина человека и шимпанзе совпадают, потому что эти группы делают одну и ту же функцию. Но согласитесь, что этот аргумент не очень сильный, да? Скорее всего, он мне бы не поверил, мой учитель. Но здесь есть визельство, может, сняли еще более сильное. Он бы сказал, хорошо, давай посмотрим на эти тексты повнимательнее. Вот в моем реферерате написано, биологическая эволюция – это необратимое, ненаправленное историческое развитие опечатка. Смотрим Википедию. Биологическая эволюция – необратимое, направленное историческое развитие. Та же самая опечатка в том же самом месте. Изменения, которые делают текст хуже, которые его портят, у нас тоже совпадают. Здесь уже заведомо не сказали, что это потому что текст идеальный, да? Смотрим вот сюда. Это еще одно выравнивание генов разных видов приматов. Человек, шимпанзе, горилла, ангутант, накапи, резус. Здесь точками обозначены буквы, которые соподаются так же выравнивыми, как устроены, как на предыдущих компьютах, только точки – это то же самое, что у нас в предыдущей последовательности. Если здесь точки, значит здесь вот А. И этот ген, который тоже псевдоген у человека. А в котором он псевдоген еще и у шимпанзе. Почему он псевдоген? Потому что, ну, здесь случилась тоже мутация, но не стоп-канон возник, как в прошлый раз, а выпала одна буковка. Из-за этого ген стал Никодирович. Вот это выпадение одной буквы. Но смотрите, эта буковка, выпадение этой буквы одно и то же у человека и у шимпанзе. То есть у нас общая мутация, которая этот ген портит, делает его нефункциональным. Эвульсионно совершенно понятно, как в этой буквы такое получилось, потому что эта мутация, это впадение одной буквы в буковке, возникла до того, как человек и шимпанзе произошли от общего предка, до того, как живет общий предок человек и шимпанзе. Но объяснить это кроме как эвульсионно, я не знаю как. Тот же самый аргумент со совпадающими опечатками. Мне кажется, что если бы у меня была возможность показать всего-навсего один слайд с самым убедительным, на мой взгляд, доказательством того, что человек и шимпанзе имели общего предка, вот я бы показал вот этот слайд. По-моему, здесь возразить более-менее нечего.